Всем привет! Вы попали на канал HardRazitInfo И в этом видео я расскажу вам, как настроить игру T3 Arena То есть, как провести полную настройку Итак, для этого справа сверху мы нажимаем на три полосочки И нажимаем Options Так как здесь нет русского языка, нам придется разбираться именно на английском И здесь я на самом деле, думаю, вам смогу пригодиться Уже здесь не все понятно Итак, сразу нас встречает настройка контроллеров И здесь мы можем выбрать сразу же самый первый вот этот вот ячек Basic Options И здесь у нас сразу же стоит настройка универсальная или индивидуальная Допустим, мы ставим индивидуальные И здесь у нас есть сразу же стандартные настройки То есть, можем изменить, как я понимаю, иконку персонажа Согласиться, еще не добавить Короче, не важно На самом деле, вот это вообще не важно Также можем запросить, но это не важно Вообще можем поставить универсальные, потому что это не важно Дальше у нас идут настройки чувствительности Здесь у нас и горизонтальная, и вертикальная И чувствительность с прицеливанием Окей, здесь меня все устраивает Я думаю, ничего менять не будем Sensitivity Acceleration Что же это? Ага, это у нас ускорение, режим ускорения прицела Точнее, чувствительность ускорения У нас есть здесь такая функция, как ускорение И ее мы ставим на Speed Mode Или же какой вам угодно Вообще поставим на Distance Mode Потому что оно как бы ускоряет ваше прицеливание В зависимости от того, где вы доходитесь Точнее, в каком режиме вы находитесь В режиме прицеливания или же нет Окей Также можем настроить чувствительность ускорения Предлагаю ее оставить такую Или же чуть-чуть понизить Потому что обычно в играх меня напрягает То, что это ускорение слишком жесткое Далее гироскоп Мне это не нужно, если вам нужно То есть это меняет То есть мышкой Ой, допустим, здесь вы будете вести вот так по экрану вверх Оно будет всегда опускаться тоже А точнее, камера будет подниматься тоже вверх Но вы можете поставить, что здесь вы ведете вверх А оно опускает вниз То есть, как вам удобно У меня выключено То есть будет все как обычно Оно будет вестись за пальцем Окей, давайте продолжим Здесь у нас дальше Вот такие вот настройки, которые у нас дали Это помощники Айминг ассистент То есть ассистента имя Снап-то-таргет То есть оно будет вестись за целью То есть как бы преследовать ее Фокусироваться и вестись за ней У нас включен А вот Автоперезарядка у нас выключена Автострельба включена А вот Но также есть выше фикшн То есть фиксированный Фиксированный на одной цели Аим То есть если вы встретите противника Наведетесь на него И оно вас зафиксирует Вы пока его не убьете Оно не отстанет Только если вы прям сильно там Кто-то отведетесь здесь Оно будет следовать То есть скольжениями Не прям сильно привязываться И то и другое у нас включено То есть оно и будет и привязываться И при этом фиксироваться То есть по-разному А дальше у нас есть автоперезарядка Которая у нас выключена Можем включить И автострельба тоже включена Фиксит нов стик За фиксировать ли стик, которым мы ходим У нас оно в афре моде Я люблю фиксированный Поэтому следующее окошечко будет специально для меня А именно вот это вот Где мы можем настроить расположение данного джойстика Давайте, допустим, нажмем Edit И выберем чисто под себя Ну, допустим, вот я держу телефон На самом-то деле мне довольно-таки сильно удобно Вот когда оно так именно выглядит И на самом-то деле Остальное я даже не знаю, что для меня настраивать Но можете выбрать любую кнопочку Например, вот эту И увеличить ее так же Уменьшить, как вы видите Там что-то происходит Вот Также сделать ее менее прозрачной Более прозрачной Все есть разные кнопки Вы можете настроить по-своему А также с помощью данных кнопочек Перемещать их И дальше просто можете сохранить Окей Дальше у нас есть Cloud Backup Который нам нужен Дальше графика Настройки графики здесь максимально простые Это качество графики У нас стоит супер высокие Можем даже поставить на ультра настройки А также мы можем выставить фреймрейт Я тоже его советую вам всегда ставить на высокий На высокий То есть примерно соответствуйте Вот высокий фреймрейт на супер-свою Ультра графику Средний на Height и Normal А на низкий У вас низкий фреймрейт Аудио у нас Это мое аудио То есть общее Музыку я всегда делаю потише Чтоб не отвлекало Саунд-эффекты Тоже А нет нормальные Оставляю я на максимуме Потому что эффекты это важно Далее In-game voice Игровые звуки Чуточку потише Voice chat Я обычно делаю прям тихо Потому что чаще всего ни с кем не общаюсь Максимум чуть-чуть слушаю Громкость микрофона на максимум Quick chat sounds Быстрые читовые Звуки То есть уведомления по сути у нас включены Окей Далее настройки аккаунта Которые в принципе самые простые Это можем изменить никнейм Вот Ведь я не хочу Далее current account То есть Войти в аккаунт для этого нужно Я пока не вхожу И язык Вы можете поменять Но русского языка здесь к сожалению нет Поэтому я не знаю Не вижу в этом особого смысла И location То есть местонахождение Тоже выбираете под себя Например я на самом деле Нахожусь в Польше И как я понимаю Польша здесь Так Должно же быть Вот полный есть Окей выбираем А далее Что мы можем сделать Это собственно Обратиться за помощью И изменить настройки приватности И собственно В quick chat Также мы можем Быстрый чат Быстренько настроить То есть какие у нас Эмоции будут Где То есть допустим Место привет Или давайте вместо nice Поставим спасибо Да Вместо я прошу о помощи Поставим Не знаю Предложение пользоваться голосовым чатом Ну собственно на этом все Вот и все наши настройки Ставьте лайки Подписывайтесь на канал И пишите свои комментарии Всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому